всем привет друзья что только люди не покупают на распродаже на алиэкспресс один мой друг купил шуруповерт на литий-ионных аккумуляторах причем сделать он это умудрился за 1200 рублей до применив купоны но по факту это самый дешевый шуруповерт который можно купить на алиэкспресс на данный момент без купонов стоит он около 1800 рублей кстати заставкой из россии для интереса зашел на сайт леруа мерлен и нашел там вот такой китайский шуруповерт проктайл за 1800 рублей также 12 вольтовый и как оказался двухскоростной хотя в описании указана одна скорость емкость аккумулятора него заявлено 1300 миллиампер часов и давайте теперь вскроем шуруповерт с алиэкспресса и посмотрим стоит ли он этих денег кстати если вы заметили китайцы обозвали шуруповерт николай скорее всего с замашкой на россию а николай валуев это николай басков мы узнаем в процессе испытаний комплект идет сам шуруповерт и он вроде бы даже работает в качестве зарядного устройства здесь выступает блок питания на 12,6 вольта и 1 ампер аналогичный блок питания я использовал при переделке шуруповерта на литий он и небольшая книжечка с инструкцией к моему удивлению на русском языке сам шуруповерт не тяжелый назвать его легким я тоже не могу значит есть шанс что внутри металлические части рукоятка местами прирезинена в принципе в руке он лежит неплохо правда для того чтобы понять насколько он комфортен необходимо им поработать несколько часов индикатор заряда трехцветный переключатель скоростей вменяемый и не очень тугой здесь стандартные 350 оборотов на первой скорости и 1350 на 2 регулятор момента здесь на 18 положений он достаточно четкий и неплохо справляется со своей задачей тут стандартный трехкулачковый самозаживной патрон максимальный диаметр 10 миллиметров переключатель прямого хода и реверса имеет четкие фиксированное положение что за такую цену достаточно неплохо курок не прямой то есть должен препятствовать соскальзыванию пальцев также присутствует светодиод подсветки которая включается вместе с началом работы шуруповерта все наклейки и надписи выполнены достаточно чисто и красиво а также удивили болты под шестигранники для шуруповерта за такую цену это является редкостью в общем и целом сборка шуруповерта выполнена достаточно высоком уровне нигде ничего не болтается не торчит особых щелей не видно а также минимальное количество браков литья правда сама головка имеет небольшие люфты но за такую цену я считаю это нормально аккумулятор имеет напряжение 12 вольт из чего мы можем сделать вывод что установлено 3 банки 18650 а также плата зарядки и защиты емкость аккумулятора к сожалению не обозначена но это мы постараемся узнать во время тестов корпусе аккумулятора помимо плюса и минуса есть еще вывод термоконтакта что обычно используется во время зарядки но в нашем случае этот вывод будет не задействован так как для зарядки есть отдельный разъем на пять с половиной напрямую с платы при подключении незаряженного аккумулятора в сеть зарядка загорается красный индикатор это значит что идет заряд после того как аккумулятор будет полностью заряженный индикатор поменяет цвет на зеленый теперь давайте проверим емкость аккумулятора полностью заряженный аккумулятор я ставлю на разрядку с помощью i max b6 указываю разрядку до 9 вольт током 0 5 ампер но к сожалению специфика i max такова что при отключении питания на нагрузке прибор вываливается в ошибку и информацию о слитой энергии получить уже не получится ну и ладно тогда не будем мерить емкость аккумулятора нет друзья это конечно же шутка это один из самых важных параметров шуруповерта воспользуемся для этого электронной нагрузкой зададим нижний порог срабатывания 9 вольт ток разряда также пол ампера и посмотрим сколько сольется с этого аккумулятора разрядивший до 9 вольт аккумулятор отдал всего 750 миллиампер часов и отключился по защите да уж не густо это практически в два раза меньше чем у аккумулятора с леруа мерлен ну что же давайте попробуем разобрать аккумулятор и посмотрим что же у него внутри поверьте мне я приложил немало усилий для того чтобы разобрать этот аккумулятор защелки с трех сторон очень плотно сидят и надеяться что аккумулятор сам по себе развалится не приходится внутри как и ожидалось расположены три банки формата 18650 без какой-либо маркировки сверху установлена плата защиты она же является платой зарядки на плате в качестве силового ключа установлен эндканальный мосфет к 3919 на 32 ампера снизу аккумуляторы соединены никелевыми пластинами при помощи точечной сварки желтым проводом сделан отвод от общей точки двух аккумуляторов отсюда можно сделать вывод что схема балансировки на плате есть единственное что смущает толщина красного провода которая идет от плюса первого аккумулятора к плате на мой взгляд одним из самых важных параметров литий-ионного аккумулятора после емкости является внутреннее сопротивление по нему можно определить состояние аккумулятора и его характеристики то есть насколько он держит высокий ток делать я это буду при помощи прибора 1035 правда подобраться к выводам аккумулятора не распаивая оказалось достаточно сложно и как видно прибор показал значение 44 миллиом и ко второму аккумулятору подобраться я не смог так как центральный вывод находится под платой и вот что прибор показал у третьего аккумулятора значение примерно одинаковые хотя значение 40 миллион означает что аккумулятор не токовый то есть при высоком токе он будет достаточно сильно греться и глубоко проседать вот для примера токовый аккумулятор от samsung 25r это не оригинальный аккумулятор цена его около 150 рублей но при этом его внутреннее сопротивление составляет 22 миллиом а то в два раза ниже чем у аккумуляторов шуруповерта а емкость 2500 миллиампер часов кстати если кто хочет узнать чем закончились тесты 8 высокотоковых аккумуляторов с алиэкспресс подписывайтесь на канал и скоро увидите это видео ну и в подтверждение моих слов давайте нагрузим этот аккумулятор током всего 10 ампер для силовой техники это невысокий ток шуруповертов при сверлении или при закусывании сверла ток может достигать 20 ампер напряжение сразу просела примерно до 9 вольт если приподнять только еще выше то около восьми с половиной вольт плата уходит защиту то есть при каких-нибудь сильных нагрузках плата будет блокировать подача напряжения к двигателю шуруповерт будет просто вставать сам шуруповерт я разбирать не стал потому что у продавца на странице представлены неплохие фотографии с внутренностями этого шуруповерта я уверен что эти фотографии являются настоящими а судя по ним внутри у шуруповерта все в порядке то есть в принципе неплохой двигатель и нормальный качественный редуктор есть у меня еще вот такой шуруповерт который я покупал также на алиэкспресс делал на него обзор и при разборке показывал что внутри если кто не видел в завершающем окне этого видео я оставлю для вас ссылку шуруповерт кстати оказался очень качественный обошелся правда мне он около 4000 рублей но он напряжение 16 8 вольта комплекте пришло два аккумулятора и чемодан лонгун в руке лежит немного удобнее чем николай но при этом при длительной работе натирает кисть между большим и указательным пальцем крутит очень уверенно аккумулятор хватает надолго по сборке сильной разницы между шуруповертами я не заметил по весу лонгун немного тяжелее во всем остальном эти шуруповерты очень похожи самое время проверить эти шуруповерты в деле для этого я взял два больших самореза диаметром 6 миллиметров и длиной 130 миллиметров которые буду вкручивать деревянный брус первоначально я хотел засекать время за какой управится оба шуруповерта но когда начал крутить шуруповертом николай то понял что он просто не справляется с этой задачей даже на первой скорости плата уходит защиту и отключается естественно перед этим я зарядил аккумулятор полностью а вот шуруповерт лонгун на первой скорости он без проблем докрутил предыдущий саморез который вышел насквозь теперь попробуем включить вторую скорость и закрутить целый саморез приблизительно на середине сработала защита это уже неплохой результат учитывая то что я не знал состояние аккумулятора прошлый раз я заряжал его летом на первой скорости без проблем шуруповерт уворачивает этот саморез полностью кроме этого может еще утопить шляпку вглубь дерева а после этого еще и на второй скорости вывернуть саморез обратно вот что значит хорошая техника но вернемся к нашему герою могу сказать что за свои деньги шуруповерт неплохой но меня он не удивил слабое место в нем это аккумулятор он совершенно не высокотоковой и маленькой емкости за 1200 он составит неплохую конкуренцию электрической отвертки для каких-то мелких работ по дому но как полноценный шуруповерт в данном виде он не годится если заменить аккумулятор на более высокотоковые емкие то шуруповерт заработает совершенно по-другому но это потребует вложение еще около 500 рублей а также не хватает второго запасного аккумулятора друзья все ссылочки на товары которые вы увидели в этом видео я оставлю в описании надеюсь тест был вам полезен ну а на сегодня все всем удачи всем пока